Ну а теперь мы вновь отправляемся с вами в путешествие, еще севернее, в Финляндию. Предмет для нашего путешествия будет не новогодним, как может показаться, а вполне серьезным и аналитическим. Финляндия. Кто живет в Финляндии? Конечно, финны. Каким языком владеет каждый житель этой страны? Конечно, финским языком, спору нет. Но не только финским. Как ни удивительно, но финны вполне сносно изъясняются еще и на шведском языке. Зачем он им? Вот об этом мы поговорим сегодня. Суоми. Так финны называют свою страну, что в переводе означает «страна болот и озер». Озер здесь действительно тысячи, да и вообще местная природа завораживает. Но есть у финнов и другие поводы для гордости. Например, Финляндия считается одной из самых стабильных стран мира. Стабильно экономически, социально и политически. К тому же Финляндия – это еще и страна со стабильно низким, одним из самых низких в мире, уровнем коррупции. До присоединения к России, то есть до начала 19 века, более 500 лет Финляндия находилась в составе Швеции. Шведский язык был языком большинства. А в 17-м году Финляндия стала независимым государством. Но вопрос не только языке. Когда Финляндия образовалась, вообще стали делать очень современные законы. То есть Финляндия была первой государством в мире, которое дало женщинам право на голосование. Проживающие вдоль южного побережья Финляндии шведы оказались в меньшинстве. И сегодня они составляют около 6% населения, менее 300 тысяч жителей. Несмотря на это, шведский язык наряду с финским был объявлен государственным. Если ты все время живешь только, что есть один язык, есть один способ думать, есть один способ вести себя. Как ты будешь потом понимать, ехать, например, заниматься торговлей в Китай? То есть это очень хорошо для маленького народа и для всех людей, понимание разных культур. Это всегда, когда разные люди встречаются, тогда рождаются идеи. Двуязычие Финляндии не просто официально прописано в законе, оно действует на практике. Все здесь сделано так, чтобы даже ни слова не знающий по-фински швед чувствовал себя как дома, на родине. И это подчеркивается информационные указатели в Хельсинки на двух государственных языках. Шведский язык довольно здесь самодостаточен. На западном побережье Финляндии все услуги государственные и муниципальные происходят на шведском языке. У Финляндии даже есть своя вончасть для шведскоязычных. Государственная телерадиокомпания Юли вещает на двух государственных языках. Из шести радиостанций две вещают на шведском. Из трех телеканалов один шведский. Телекомпания государственная, но финансирует ее не государство, а все жители Финляндии. Люди платят налог, отдельный налог именно для Юлис-радио. Так что этот налог идет к Юлис-радио. 230 евро со семьи в год. Получается так, что за возможность получения информации на родном языке для шести процентов шведов расплачивается по большей части финны. Их ведь большинство, 90 процентов населения. Большинство хотят, чтобы язык был обязательным еще дальше. На финских телеканалах есть программы на шведском языке с финскими субтитрами. И наоборот, на шведском телевидении таким же образом транслируют программы на финском. Сделано это для более качественного изучения двух государственных языков. Черстин Кронвелл долгие годы работала собственным корреспондентом в России. И знает о ситуации с малыми народами России не понаслышке. Например, у вас в Татарстане совсем другая ситуация, чем в Финляндии. Нас 6% и 94% по-фински говорят. А у вас почти половина говорят по-татарски, половина по-русски. Так что тогда, мне кажется, обязательно надо изучать и татарский, и русский. Впрочем, в Финляндии есть и такие, кто считает такую политику не совсем правильной. Логика такая. Государство финское, значит, должен быть один государственный язык. Мы учили шведский язык и к нему относились крайне негативно. И это презиралось в открытом виде, когда ты учил шведский язык с некоторой отдачей. Мне вообще этот язык как особо таковой не нужен. Вроде бы под боком большой брат Россия. Почему русский не учить? Отдавать только на ответственность родителей изучение языка. Это будет на кухонном уровне, это не будет ни на каком уровне. Потому что язык это больше, чем просто там картошку варить, сидеть на кухне, поговорить, мыть руки. Ну, то, что мы говорим обычно своим детям. Во всех школах финский и шведский языки являются обязательными предметами. Отказаться от шведского языка никак нельзя. В начальных классах дети учатся на родном языке. В шведских школах финский язык начинают преподавать с третьего класса, а в финских школах шведский седьмого. Все сделано так, чтобы изучение языков не было скучным зазубриванием правил, а интересным, увлекательным процессом. Отсюда и результат. Ой, финский, шведский, английский, русский и французский учу первый год. Ну, в Финляндии, мне кажется, языки преподают лучше. Вот в России, например, математика. Ну, у нас много таких веселых, ну, интересных задач разных. Это, конечно, богатство в многих смыслах. Человек учит шведский, а после этого очень легко даются английский, немецкий, но все германские языки. И это делает вообще общество более толерантным. А что дают легированные присадки в сталь? То же самое. Прочность, необыкновенно новые возможности, которых нету в монокультурах. Финские законы основаны вот на чем. Язык большинства, то есть финский, люди выучат и так, потому как это жизненная необходимость. Поэтому государство все свои усилия направляет на сохранение языка меньшинства, в данном случае шведского. Есть специальный орган, фолктинг, то есть Народная Ассамблея. Это государственный орган, задачей которого является развитие и сохранение шведского языка. В фолктинге могут пройти депутаты парламента, занимающиеся развитием шведского языка, этнические шведы или финны. Казалось бы, налицо ущемление прав финского населения. Но в Финляндии уверены, малые народы должны иметь больше прав. Хорошо, что двуязычие сохраняется при помощи законов. Но, с другой стороны, я рада тому, что наш премьер-министр, наш президент уделяют много внимания вопросам двуязычия и считают, что оно должно иметь место. На сегодня обстановка такая, что большинство относится положительно к двуязычию. Фолктинг дает свое заключение по тем или иным законам, ущемляют ли они права шведского народа или нет. Например, не так давно парламент разработал законопроект об объединении двух регионов для улучшения управления и экономии. Но фолктинг дал отрицательное заключение. В результате объединения двух регионов в новом образовании шведы оказались бы в меньшинстве. В итоге законопроект не был принят. Финляндия – наилучшая в мире защищенность языков малых народов. Это, можно сказать, уникальное явление. Впрочем, шведский язык защищает не только государство. Прекрасно владеющая и английскими, и финскими языками Анна заявила нам перед интервью, что говорить она будет только на шведском, и нам пришлось найти переводчика с шведского языка. Таким образом, шведское меньшинство заявляет, что в Финляндии существуют и шведы тоже. Если хочешь, чтобы человек учил твой язык, ты должен как-то это делать приятно для этих людей. То есть не просто сказать, что вы должны этот язык знать, потому что вы должны обслуживать меня или говорить со мной. шведский язык, эти, всю Скандинавию, весь этот мир открывается через этот язык. А, например, ну, татарский язык, почему это интересно? Ну, конечно, татарская культура, но еще это же открывает целый такой мир, там, узбекский, турецкий. Это очень полезно. Зуфар Давлетшин, Рамис Латыпов, Михаил Кусов. Семь дней, Финляндия.